Беларусь В Гомель образована областная избирательная комиссия по проведению выборов президента Республики Беларусь. Ее количественный и персональный состав утвержден на совместном заседании областного полкома и президиума областного совета депутатов. Кроме этого, на минувшей неделе инициативные группы начали собирать подписи за выдвижение кандидатов на пост президента Республики Беларусь. Этот этап в предвыборной кампании продлится до 21 августа включительно. Собирать подписи могут исключительно члены инициативной группы. Они имеют право на проведение пикетов. Кстати, подобные агитационные мероприятия уже состоялись во всех районах Гомеля. Все подробности в нашем специальном репортаже. На места в областной комиссии претендовали 24 человека. Большинство из них было выдвинуто политическими партиями и общественными объединениями. Трое от трудовых коллективов и еще 8 граждан подали заявление по собственной инициативе. Для этого им понадобилось собрать не менее 10 подписей в свою поддержку. Вместе с тем, в соответствии с избирательным кодексом, максимальное количество областного избиркома не может превышать 13 человек. В ходе заседания состав комиссии был утвержден путем открытого голосования. При этом главным приоритетом, который учитывался при утверждении кандидатур, был практический опыт работы в избирательных комиссиях. Комиссия сформирована сегодня достаточно опытно. Это люди, многие из них уже прошли избирательные кампании, были, работали в комиссиях. Поэтому я думаю, что имея опыт, знания, главное энергию, эта комиссия сможет выполнить поставленные ей перед Центром избирковым задачи. И обеспечит организацию избирательного процесса на самом высоком, самом достойном уровне. На следующий день областная комиссия по выборам президента Республики Беларусь провела первое заседание. На нем был избран председатель, определен режим и регламент дальнейшей работы. Решен ряд других организационных вопросов. Председателем единогласно избран Николай Стош, возглавляющий областной филиал предприятия «Белгосстрах». При выдвижении его кандидатуры был отмечен большой практический опыт и доскональное знание избирательного законодательства. Вручая удостоверение членам комиссии, Николай Стош поздравил коллег и пожелал плодотворной совместной работы. А после утверждения плана работы на ближайшее время рассказал о нововведениях, которые будут присутствовать в нынешней избирательной кампании. Одно из таких – возможность формирования кандидатами собственных фондов. Пожертвования в ограниченных размерах смогут вносить как граждане, так и юридические лица. Кроме того, запрещена агитация, забайкотирование и срыв избирательного процесса. Также на минувшей неделе прошли и первые пикеты. Одним из наиболее массовых мероприятий по сбору подписей, что сейчас начали проводиться в рамках предвыборной кампании, в Гомеле стала акция «Вместе мы Беларусь». Пикет был организован в Советском районе. Его проведение сопровождалось насыщенной культурно-развлекательной программой, показательными выступлениями юных спортсменов, демонстрацией работ народных ремесленников, яркими танцевальными номерами. Там небо пошло, сияет звезда, и свет ее манит. Большинство небезразлично отнеслись к пикету. Многие подходили и интересовались условиями сбора подписей в поддержку кандидатов. Другие сразу на месте определялись со своим выбором. Были и те, кто высказывал свое мнение по поводу того, какими качествами должен обладать потенциальный кандидат на пост президента и каким они хотят видеть будущее своей страны. «Надежный, чтобы хотелось положиться на его, чтобы мы только росли и процветали. Хочется мирного неба в первую очередь для нас и наших детей, чтобы всегда с хорошим настроением вставать, идти на работу, быть счастливыми в этой жизни». «Должен понимать, к чему могут привести его решения, там отдельные слова. Ну и понимать, в какую сторону вообще страна должна идти развиваться, с кем дружить, с кем налаживать контакты. Опять же, самое главное, не допустить никаких вмешательств со стороны в наши внутренние дела. Однозначно я буду голосовать за стабильность, и экономическую в том числе, потому что это самое важное для человека, быть уверенным, что завтра проснешься и ничего не изменится. Не начнутся ни бомбежки, не будет никакого обвала денег, то есть можно спокойно жить и работать». Напомним, сбор подписей за движение кандидатов на пост президента Республики Беларусь продлится до 21 августа включительно. Делать это могут исключительно члены инициативной группы. Они имеют право на проведение пикетов. В населенных пунктах Гомельской области определены места, где пикетирование запрещено. К примеру, на территории железнодорожного и автовокзала, в городском пассажирском транспорте, на привокзальной площади и некоторых других местах. Пикеты могут проводиться с 8 утра до 10 вечера. В поддержку каждого потенциального кандидата должно быть собрано не менее 100 тысяч подписей. Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, но только один раз в поддержку одного и того же претендента. Напомним, что в Центр избиркоме зарегистрированы инициативные группы 8 кандидатов. Члены инициативных групп имеют соответствующее удостоверение, имеют подписные листы, имеют номер регистрации, регистрационный номер. И когда они будут общаться с избирателями, они обязаны представиться, предъявить удостоверение, и сказать, кого из лиц, предполагаемых на выдвижение кандидатом президента Республики Беларусь, они представляют. И, значит, соответственно, предложить человеку принять решение, поставить свою подпись или не поставить. На Гомельщине появились первые тысячники. Ими стали комбайнеры агрокомбината «Холмич» Речевского района Василий Коваль и Виталий Ильев. Надо отметить, что этот экипаж уже в течение последних трех лет первым в области достигает такого высокого рубежа. В этом году для того, чтобы намолотить более тысячи тонн, комбайнерам понадобилось семь дней. В торжественной обстановке их поздравили руководители комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома и Речевского райисполкома. Намолот первые тысячи тонн – это всегда желанное событие как для комбайнера-передовика, так и для всего хозяйства. Отмечают его всегда одинаково, в полевых условиях и очень быстро. Зерно не ждет. Это значит результат. Результат им всегда почетен. Если тысяча первых республик – это приятно. И мне, и директору, и агроному, и инженеру тоже болеть за это. Ну, урожай хороший, я считаю, в этом году по сравнению с прошлым годом немножко ниже, потому что погодные условия повлияли на это. Сильная жара, сказалось. Последнее – дождись ли. А сейчас вот настроилась погода, и все, уборка идет хорошо. Сложности нынешней уборочной связаны с засухой, которая повредила зерно. Однако при всех климатических трудностях немалую роль сыграла и подготовительная работа, проведенная агрономической службой хозяйства. Использование культиватора позволило выровнять, насколько возможно, поверхность поля. Это ускорило и облегчило процесс уборки, сократило расход топлива. Получилось также почти полностью избавиться от сорняков и избежать болезней зерна. На данный момент мы уже намолотили практически 6 тысяч тонн. Работает у нас 10 комбайнов. Вот сегодня уже у нас есть один тысячник. Ну и потом, я думаю, на концу недели у нас появятся еще тысячники. Это все зависит, мне кажется, от человеческих факторов. Вот тех людей, которые готовят, сеют, убирают. Потому что один же комбайнер не может. Это все в комплексе. Слова благодарности, вручения подарков, небольшой концерт местного коллектива самодеятельности. Праздник закончился быстро. Ведь это еще не победа, а только первый бой, который хлеборобы выиграли в битве за урожай. Мы ежедневно убираем примерно до 16, около 18 тысяч гектаров. Задача 18 тысяч гектаров в день убирать. То есть 6% в день мы должны убирать. С такими расчетами мы должны завершить не позднее 5 августа. В поселке Кореневка Гомельского района начали производство новой для Беларуси продукции. Здесь состоялось торжественное открытие первого в стране завода по производству гидроизоляционных материалов «Пенетрон». Гомельский завод – третий по счету в СНГ. Самое большое предприятие группы компании «Пенетрон Россия» находится в Екатеринбурге. Еще один завод в прошлом году открыли в Казахстане. И сейчас – Беларусь. Выбор стран делали, исходя из экономических интересов. Казахстан – окно в Азию, а наша страна – в Европу. Здесь очень удобное географическое положение. Это и Украина, с которой достаточно сложно сейчас стало делать туда поставки. Мы продолжаем туда поставлять пока из России, но отсюда это будет гораздо удобнее. И поставки в Европу. Организовали производство быстро. От предварительной договоренности с руководством холдинга «Пенетрон Россия» до полной реализации проекта прошел всего один год. Такие короткие сроки – знак высокой заинтересованности не только со стороны российского холдинга. Приход такого инвестора, безусловно, пойдет на пользу региону. Очень здорово, что компания с таким брендом, компания с таким опытом, компания с такими инновационными технологиями обратила внимание именно на Гомельский регион. И понятно, что это не только приход капитала, это приход новых технологий, производственных, управленческих технологий, приход новых технологий в сфере сбыта и экспорта. Плановая мощность завода – 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить белорусский строительный рынок качественной и эффективной гидроизоляцией для бетона нового поколения. Работать предприятие будет почти полностью на белорусском сырье. В смену обеспечивать работу этой установки будут всего три человека. Любое производство – это первую очередь качество продукции поставляемой. Качество могут обеспечить только обученные люди. Поэтому все сотрудники предприятия прошли обучение на заводе, который находится в городе Екатеринбурге. Гидроизоляция «Пенетрон» и до этого была хорошо знакома на белорусском рынке. Сейчас отечественные строители будут использовать «Пенетрон» с пометкой «Сделано в Беларуси». Компания IBA «Гомель Парк» – резидент парка высоких технологий – открыла в Гомеле новое здание. Это просторный офис с надежными и безопасными современными телекоммуникационными и инженерными системами для комфортной работы и отдыха сотрудников. Новое здание одного из центров разработок IBA группы расположилось рядом с офисом компании, работающей в сфере оказания IT-услуг уже не один год. Рабочие места здесь оборудованы по последнему слову техники. Есть хорошо оснащенные переговорные, тренинг-центр, комната отдыха, спортивные и фитнес-залы. Гомельский центр у нас самый большой после Минского Республики Беларусь, поэтому понятно, что мы достаточно большое внимание уделяем развитию их инфраструктуры. Я убежден, что это будет достойное место работы, достойное тем проектам, которые они выполняют для наших заказчиков, как Республики Беларусь, так и для наших зарубежных заказчиков. То, что наши компании стали вкладывать деньги в строительство собственной инфраструктуры, это свидетельствует о зрелости индустрии разработки компьютерных программ и о том доверии, которое имеет и наш отечественный инвестор, и зарубежный инвестор к этому сектору экономики в Республике Беларусь. Сейчас штат сотрудников Гомельского центра разработок IBA Group составляет 350 человек. Новое производственное помещение рассчитано на 200 рабочих мест. Для Гомеля это хорошая стартовая площадка для молодых специалистов, выпускников в том числе и гомельских вузов здесь ожидают в течение ближайших двух лет. Процентов 95 наших работников это выпускники наших гомельских вузов. Им не надо ехать никуда-то за границу, чтобы найти хорошую, высокооплачиваемую, престижную работу. Мы работаем здесь. Поэтому для них это тоже перспектива. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале Беларусь-2. В студии работал Александр Гомоля. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»